Всем привет! Меня зовут Илья Кизиров. Вы слушаете подкаст «Русской службы» и «Би-Би-Си. Что это было?» На этой неделе мы подводим итоги 2023-го, и сегодня мы поговорим о военных итогах этого года. Это и провал украинского наступления, и удары дронами по Москве, и битва за Бахмут, и многое другое. Со мной в студии сейчас военный обозреватель «Русской службы» и «Би-Би-Си» Павел Аксенов, он весь год и писал о событиях на фронте. Паш, привет! Привет! Когда мы готовились к подкасту, я попросил тебя назвать главные события на фронте, и ты привел следующие. Вот это удары дронами по Крыму и по Москве, разрушение, ну или подрыв Каховской ГЭС и провал украинского наступления. Давай пойдем по порядку и вспомним про удары дронами сначала по Крыму. Во-первых, можешь напомнить, что это были за удары, а во-вторых, рассказать, каким последствиям они привели. Давай сразу оговоримся, тут речь идет не только о действиях беспилотников дронов, да, воздушных, тут и крылатые ракеты, и действия морских безэкипажных катеров, брандеров. Давай их называть брандерами, да, это красивое старое слово, и по сути это брандеры и есть. И действия различных диверсионных групп. В общем, очень широкий спектр операций, и против очень разных целей. И цели тут и на территории Крыма, да, на сухопутной, и на море, и на берегу. И вообще это очень такая широкая была кампания. И эта кампания привела к успеху. В отличие от действий на суше, в районе Крыма есть один четкий результат. Российский Черноморский флот частично ушел из Севастополя. И это результат абсолютно бесспорный, потому что вот последний раз блогеры публиковали кадры спутниковые 17 декабря, где видно, что в Новороссийск, ну, по крайней мере, на тех снимках видны два десятка российских кораблей, причем среди них есть и носители ракет «Калибр». То есть это тот самый результат, который можно, вот, собственно, предъявить. Нельзя говорить, насколько эти корабли на постоянной основе, но известно, что это уже вот не первый месяц. Значительная часть Черноморского флота, она перебазирована в Новороссийск. Гораздо менее удобный порт, чем Севастополь. Порт, в котором не очень удобная бухта, не очень удобный выход в эту бухту, и который находится дальше от тех районов, откуда Россия традиционно запускает калибры по украинской территории, и дальше от морских путей, по которым следуют зерновозы в рамках зерновой сделки. То есть это, на самом деле, несомненный успех Украины. Как они этого добились? Это была целая серия... Собственно, эти удары, они в 2022 году были, но сейчас можно говорить, что это было... Летом проводилась просто вот такая системная и массированная. Были и удачные обстрелы, и было много неудачных. Но ты же понимаешь, что когда корабль, допустим, в море боевой отбивает атаку, допустим, этих безэкипажных катеров, это все равно некий сигнал о том, что есть опасность. И в конечном счете считается, что российское командование Черноморским флотом, оно сильно опасается потери боевых кораблей после Москвы и после других. В общем, возможно, даже неудачные атаки, они все равно приводят к тому, что флот начинает действовать с большей опаской. И операции... Ну, их просто меньше. Давай вспомним, какие это были удары, раз уж мы подводим здесь итоги года. Цели самые разные, как я уже говорил, это и коммуникации, были удары по Крымскому и Чингарским мостам, были атаки по военным целям, по позициям ПВО. Например, они продолжались буквально до недавнего времени, продолжаются, можно сказать, сейчас. Самые громкие из этих операций – это удары по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. Ты помнишь, да, были поражены БДК и подводная лодка. БДК расшифры. Большой десантный корабль. Потом был удар по штабу Черноморского флота 22 сентября, и это здание было очень серьезно разрушено. Ходили разные слухи про потери, но так до конца, в общем, толком непонятно, погиб там кто-то или нет. Опять-таки, неважно, насколько успешная была эта атака, да, то есть важно последствия, которым она привела. И, наконец, когда вот эти морские брандеры, безэкипажные катера, 17 июля поразили Крымский мост, который в течение долгого времени был частично, движение по нему было частично ограничено. Были и другие удары, и попытки ударов. 5 декабря, например, совсем недавно, более 40 беспилотников было использовано. И Россия заявила, что они были сбиты. Киев заявил, что они ударили по нефтяному терминалу Феодосии и по другим объектам, различным военным целям. И было объявлено, что эти цели были поражены. Это неважно, были они поражены или нет. Эта кампания продолжается. И российский флот сильно ограничил свои операции. Это видно по количеству даже пусков из акватории Черного моря ракет-калибр. И теперь давай обсудим удары по Москве. Вот когда мы обсуждали их летом, ты говорил, что вот есть замысел украинской стороны. И он в том, чтобы война стала ближе для обычных москвичей, для обычных россиян. Тебе кажется, этот план сработал? Ну, и да, и нет. Если мы с тобой перенесемся, допустим, в декабрь 2022 года, ровно год назад, и если бы мы в декабре 2022 года узнали, что вот сколько этих беспилотников долетело до Подмосковья, сколько из них ударило в Москва-Сити, мы были бы сильно удивлены. Потому что мы тогда не могли себе представить, что такое вообще возможно, что украинские беспилотники будут в центре Москвы попадать по целям. Хотя это в 2022 году уже потихоньку начиналось. Опять-таки, это стало такой целенаправленной кампании, но которая, тем не менее, в какой-то момент интенсивность этих налетов, она сильно все равно ограничилась в сравнении с тем, какие налеты устраивает Россия по Украине. Там счет идет на десятки этих беспилотников. Все-таки к Москве, в Подмосковье их обычно сбивают, прорываются единицы. Насколько эта кампания достигла целей? Генерал Залужный еще осенью 2022 года сказал, что надо, чтобы россияне все чувствовали эту войну. Он не призывал к убийству, мы гивили, но он говорил, что это люди должны были чувствовать, что эта война есть. Давай вспомним, как это было. 30 мая несколько дронов долетели, врезались в жилые дома. 30 июля первый дрон ударил в небоскреб Москва-Сити, и этих ударов было несколько. А еще раньше два беспилотника долетели вообще до Кремля. Помнишь, что была прям очень громкая история? Вот я разговаривал с москвичами, и в какой-то момент, когда Москва-Сити ударился там второй или третий этот беспилотник, да, люди просто просыпались, и между собой в чатах беседовали. Это было слышно, это были взрывы, которые слышал на весь центр. Можно ли говорить, что это как-то люди почувствовали? Если бы это продолжалось, то, наверное, это действительно стало бы каким-то фактором, который вселял бы тревогу, да. Сейчас есть другая проблема. Сейчас, когда люди с утра выходят в Москве и едут на работу, допустим, берут такси или садятся в свою машину и включают навигатор. Есть дни, когда просто не работают навигаторы. Это значит, что в этот день куда-то долетели беспилотники. Ну, почти всегда. Человек садится, раз, не работает GPS, и это значит, что где-то там вот в Одинцовском районе что-то сбили. То же самое с такси, да. Тем более в Москве эти таксисты, они часто ездят только по навигаторам. Вот это неудобство, оно есть, конечно. Но, наверное, москвичи к этому, в общем, уже привыкли. Нельзя говорить, да, что для них это какое-то большое неудобство. Но нет. В общем, это кампания обстрелов Москвы. Нельзя сказать, что москвичи как-то сейчас много об этом говорят в соцсетях и так далее. Но, тем не менее, этот фактор появился. Украина регулярно запускает дроны, эти дроны регулярно сбивают в Брянской, Тульской и так далее, в Подмосковье. Тут есть одна проблема для них. То есть нельзя сказать, что это ПВО российское стало как-то сильно лучше работать. Хотя прилеты уже по целям в Москве, они, можно сказать, прекратились. Тут есть проблема в том, что в этом есть некая шаблонность. Украинские беспилотники, они летят более или менее по одному какому-то маршруту. Поэтому я думаю, что российскому ПВО удалось как-то более или менее выстроить эту защиту при помощи средств радиоэлектронной борьбы или зенитно-ракетных, или артиллерийских комплексов. Но, как бы то ни было, вот сейчас это работают эти беспилотники, в общем, регулярно сбивают. Но еще раз, если эта компания, она призвана напоминать россиянам, что идет война, то сам факт того, что эти беспилотники сбиваются, о том, что, ну, об этом сообщается, да, это тоже вот лишнее напоминание. Но если Украина когда-нибудь начнет более интенсивно, если она предпринят какой-то неожиданный шаг, чтобы эти беспилотники по новому маршруту зашли, там будут проблемы. Но пока они этого не могут, видимо, или, ну, в любом случае, не делают. И давай еще поговорим про Каховскую ГЭС. Это был второй пункт. И вначале я сказал, что это разрушение или подрыв Каховской ГЭС. А вот сейчас мы достоверно понимаем, что именно там произошло или нет? Нет, сейчас мы достоверно не понимаем. Там есть стандартные версии, да. Очень много сторонников версии, что это Россия взорвала ее. Есть люди, которые говорят, что это, наоборот, Украина взорвала. Ну, их меньше гораздо. И есть тоже очень много людей, поддерживают версию, что Россия плохо обращалась с этой ГЭС, ну, не поддерживала, не следила. И в результате вот этого плохого технического состояния, это ГЭС, там был большой очень уровень воды, и плотина просто не выдержала и прорвалась. Ты знаешь, версий очень много, да, и мотивов, которые обсуждаются, тоже очень много. Ну, в результате, в общем, можно сказать, что положение ВСУ сильно усложнилось после прорыва этой плотины, потому что, ну, по крайней мере, это было одно из предположений, что украинцы могут начать наступление с переправы через Днепр, вот после прорыва этой плотины, сделать это оказалось сложнее. С другой стороны, это наводнение смыло и российские позиции, которые находились на левом берегу Днепра. Поэтому сложно сказать, кто от этого больше выиграл, кто меньше. Но, по крайней мере, в любом случае, мы можем точно совершенно говорить, что этой аварии не было бы, если бы не началась война. И это вот то, что, собственно, бесспорно, да, и эта плотина находилась под контролем России, поэтому все равно, так или иначе, вопросы о том, что это произошло, они все равно все адресуются к россиянам, которые были на этой плотине, которые видели, в каком она состоянии, да. В любом случае, подрыв Каховской плотины, и почему, собственно, я это выбрал, потому что это очень большое и такое, ну, пронзительное событие, да. Погибло много людей. И что очень важно, это очень большая экологическая проблема, да. Были размыты там и могильники, и смыт плодородный слой почвы, погибло много рыбы. И очень большие экологические последствия. Это напоминание нам о том, что любая большая война – это огромная экологическая проблема. По всей зоне боевых действий идет отравление химическое, потому что применяется огнестрельное оружие, оно все равно выделяет очень много вредных веществ. Если ты помнишь, Путин тогда заговорил о том, что вот Украина применяет снаряды с ураном-сердечниками, которые якобы как-то радиоактивны, они не очень радиоактивны, они химически активны, да, но все равно это очень малый вред в том огромном вреде, который наносят природе взрывы, простые взрывы, да, с выделением химических веществ, тяжелые металлы в почве, оказывается. И там любая ракета жидкостная, которую применяет Россия, Хат-22, допустим, жидкостная ракета с очень токсичным окислителем, если она падает, у нее не выгорает весь этот окислитель, он все равно тоже не сгорает в момент взрыва, и все равно, даже если вот Игнат говорил, что не все ракеты даже долетают до цели, это очень старое, и если эта ракета падает с окислителем, это очень большое химическое загрязнение, да. Ну, в общем, война – это очень плохая вещь для экологии, для природы, да, это не только гибель людей, что для нас, конечно, важнее всего, но и для природы это прям, ну, катастрофа. И вот эта авария, она, собственно, как раз олицетворение вот этой проблемы. Очень неожиданный взгляд, да, спасибо, что рассказал. И последний пункт, который ты мне привел, это вот провал украинского наступления, но перед этим я хочу спросить про битву за Бахмут, или бахмутскую мясорубку, как ее называют. Вот российские войска, ну, точнее сказать, вагнеровцы, заняли город, а дальше что? Это вообще вот можно назвать успешной операцией или нет? Смотри, Бахмут – это очень большая тема. Если мы потянем за одну нитку, то вытащим такой клубок, потому что тут ведь и Пригожин, да, и ЧВК, Вагнеров, которые стали набирать заключенных, и одержимость там Пригожина или каких-то других людей, взятием Бахмута, и последующий бунт движения на Москву, и снарядный голод, да, то есть снабжение армии, и Шойгу Герасимов, где снаряды. Очень многое из этого касается уже каких-то внутророссийских дел. Можно было бы записать серию подкастов про каждую из этих тем. Давай возьмем просто... Оложение на фронте. Знаешь, мне кажется, вот вообще, что это такое, да? Почему этот город стал таким вообще символом, да, можно сказать? Ведь в сущности, если посмотреть на военную карту, если мы посмотрим на военную карту и уменьшим ее вот до размера, чтобы весь фронт укладывался в один экран. И посмотрим на то, как изменилось положение фронта в районе Бахмута. Оно не очень сильно изменилось. Поэтому этот Бахмут, он стал таким символом войны, как вот эти позиционные мясорубки Первой мировой войны. За этот город положили жизни десятки тысяч людей с обеих сторон. И при этом это очень небольшой населенный пункт. Вопрос, почему действительно так важно было российской армии взять его. Позиции не очень изменились, да. Более или менее продвижение на этом участке фронта было важно там летом 22-го года, когда российские войска пытались взять в клещи украинскую группировку на Донбассе. Но сейчас уже об этом речь не идет. Сейчас уже понятно, что никакого огромного окружения там не будет никогда. Почему надо было взять этот город? Не знаю, возможно, просто взятие любого города, вот взять город было очень важно для пропаганды. Потому что сказать там, мы взяли город, это все довольно просто, да. Вот вы предъявляете этот город, и эта вещь понятна. Продвинулись на 10 километров, это не так понятно. Вот эта бессмысленность, потерь, может быть, она очень важна, ты понимаешь. И учитывая, что теперь уже с окончанием украинского наступления в летней кампании 23-го года, когда эта война, и это уже признают все, и уже генерал Залужный сказал, что все, война стала позиционной. И вот символом этой позиционной войны действительно может стать этот город Бахмут, за который велись отчаянные бои в течение многих долгих месяцев, за взятие которого очень много людей положили в свои жизни, и при обороне которого много людей положили в жизни. И при таком небольшом изменении, это действительно символ такой позиционной войны, которая уже началась в Украине, и началась она, по моим предположениям, год назад. Ну, про позиционную войну и про войну на истощение мы еще поговорим. Но давай теперь обсудим украинское наступление. Вот его все обсуждали с весны. То вот начнется, 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 начнется украинское наступление. То оно началось. Но можешь сначала рассказать, вот какие задачи были у украинского наступления, и чего в итоге удалось достичь? Смотри, есть два таких базовых сценария войны. Это молниеносная война и война на истощение. Условно, да? Но молниеносная война – это такой быстрый, мощный удар. Я бы сравнил это с конденсатором электрическим, когда накапливается некий заряд, и потом он в секунду выпускается. Это большой, мощный удар, где перед наступающей группировкой или группировкой МИИ, их, может быть, несколько, ставятся какие-то цели, называются решительные цели. Когда есть какая-то цель, к которой наступающие войска стремятся, это может быть захват города, это может быть улучшение позиций, это может быть уничтожение группировки противника, окружение ее, допустим, или раздробление, вытеснение откуда-то. Но у какого-то наступления с решительной целью эта цель есть. И вот как это было в феврале 1922 года, когда российская армия, она тоже стремилась к захвату Киева и к достижению каких-то позиций или к захвату целей на юге. Достигла она их или нет, это отдельный вопрос, отдельный разговор, ну, в общем, не достигла. Но какой-то успех у нее был. После того, как не получилось окружить украинскую группировку летом 1922 года на Донбассе, российская армия перешла к войне на истощение. То есть цель войны на истощение – это истощение не просто вооруженных сил, не просто ослабление, а истощение вообще государства, с которым воюет государство, чья армия начинает эту войну. Украина, наоборот, стремилась проводить какие-то операции с решительными целями, потому что, во-первых, экономический потенциал Украины меньше, чем потенциал России. И демографически Украины меньше населения, чем у России. И вообще это как-то считается, что для России война на истощение выгоднее, потому что есть ВПК, большой работающий ВПК, в отличие от украинского, маленького и не очень работающего. То есть украинская оборонная промышленность, она, во-первых, есть, и она, во-первых, довольно мощная, но, с другой стороны, экономический потенциал Украины гораздо меньше, чем у России. И поэтому Украина стремилась, наоборот, проводить какие-то мощные наступательные операции с решительными целями. Летом и осенью Украине удалось провести два, как минимум, наступления с решительными целями. Это, во-первых, в Харьковской области, под Изюмом, где удалось освободить... Ну, Украина смогла освободить большие территории. И затем выдавить российские... Ну, фактически выдавить российские войска с правого берега, ну, просто лишив их... Осложнив их снабжение. После этого сразу началось планирование вот этого наступления, о котором вот с тех пор говорили буквально все. В какой-то момент украинская руководство стало как-то даже снижать этот накал восторга в украинском обществе и в различной прессе мировой, когда все... Вот Украина вот-вот... И уже, собственно, деваться было некуда. Да и украинским руководствам, ну, я предполагаю, что собирались действительно провести это самое наступление. Теперь уже стало понятно, потому что еще вот в процессе подготовки гадали, на каком направлении начнется. Ну, наиболее вероятно было Запорожская область, там и началось, да. Но, тем не менее, версия была, вот, собственно, с переправы через Днепр, потом была версия на Донбассе, в Подкупианском и так далее. Ну, в общем, было несколько мест. Но в результате вот там, где оно планировалось, там оно и началось. Задача была довольно понятной, выйти к Казовскому морю. Но как-то это не получилось сделать. Поставили промежуточную задачу выйти к Токмаку, и потом даже это не получилось. Провалилась. А почему оно провалилось? А вот давай сначала поговорим, быстро обсудим, провалилась оно или нет. Я очень не люблю слово провалилась, потому что, ну, в сущности, и когда говорят про российское наступление, да, вот российское наступление в 22-м году провалилось, оно не провалилось. Они захватили очень много земли на юге. Какой-то успех там был. Там не были выполнены задачи, которые были поставлены. Но провалилось, мне кажется, это вот как бывает и во Второй мировой войне, так не раз бывало, когда наступающие войска были окружены, уничтожены. Или попали там в плен. И вот это провалилось. А здесь оно было неуспешным. Поэтому причины этого неуспеха, ну, знаешь, как говорят, у успеха всегда очень много родителей, да, у неуспеха всегда сирота. Ну, причины... Ну, вот тут недавно вышла большая статья Вашингтон-Пост, в которой подробно рассказывали о том, как это все было подготовлено. И там тоже был некий разбор о том, почему это произошло, кто в этом виноват. И там не называется, да, то есть ни на кого пальцем не указывают. Просто говорят, что сейчас очень много споров между американцами и украинцами, что они вместе готовили это. Ну, как, собственно, и операцию в 22-м году в Харьковской области, так и здесь тоже эту операцию готовили совместно. И очень много аргументов и с той и с другой стороны. Украинцы говорят, что могли бы и раньше начать. Понятно, да, в чем проблема таких наступательных операций. Просто сейчас очень сложно скрыть что-либо. Тем более, что об этой операции кричали. Подготовку очень сложно скрыть тоже, да, потому что, ну, поставки всей техники. И с современными средствами разведки развертывание ударной группировки на каком-то направлении скрыть вообще невозможно. Можно рассчитывать только на то, что у тебя будет настолько много войск, что у тебя все равно этот кулак ударный будет больше, чем группировка обороняющаяся, и противник просто не успеет стянуть туда резервы. Но, тем не менее, вот с современным уровнем разведки, ну, невозможно ничего. Перед началом наступления скрытно развернуть их на исходных позициях никак. Нет, поэтому подготовка к наступлению, она тоже, собственно, была изначально понятна. Поэтому это такая, знаешь, наперегонки, это гонка была. Украинцы накапливают силы и обучают свои части для наступления. Россия готовится к обороне. Были какие-то места, были очевидны. Вот Запорожская область, удар в этом направлении был настолько очевиден, что многие военные аналитики говорили, ну, здесь точно не будет, потому что это, ну, вот понятно, что здесь вот нужно. Тем не менее, и российское командование именно на этом направлении стало выстраивать вот эти оборонительные линии, которые состоят из окопов, блиндажей, дотов, противотанковых надолбов, те самые пирамидки. Ну, сами по себе пирамидки, конечно, никого остановить не могут, да, но войска, которые расположены на этих позициях, войска, которые находятся в резерве, минные поля, которые находятся вот в предполье, да, вот этой оборонительной, большой оборонительной линии, да, эшелонированной, да, много рубежей обороны, с артиллерийскими позициями, с авиацией, которая тоже расположена, все это при грамотном расположении, да, и при грамотной подготовке, оно становится, ну, не то что непробиваемой, но тебе нужно обеспечить превосходство гораздо большее, чем вообще в принципе могла обеспечить Украина. Вот мы с одним из экспертов как-то обсуждали это, и он мне высказал вообще предположение, что там нужно было в 10, а то и в 15 раз больше, а не в 3, как это считается, вот минимальное превосходство наступающих над обороняющихся должно быть в 3 раза, вот оно должно быть всеподавляющим, да, плюс эти минные поля, ну, тут как бы разбирать тактику тоже можно очень долго, да, но на предполье ушло очень много времени, потому что эти минные поля, их действительно очень тяжело под огнем разминировать инженерными машинами, хотя у украинцев это получилось, и они дошли и даже где-то прорвали эту первую линию обороны российскую, так что, в общем, не то чтобы это было непробиваемым, да, но просто не хватило сил. И сейчас можно говорить о том, что даже это наступление, оно показало, что это война позиционная, это позиционная война, где вот для того, чтобы пройти, вот как Вашингтон-Пост подсчитал, 520 квадратных километров, это немного, на глубину там 30 километров они продвинули, это немного, линия фронта изменилась совсем немного, это наступление тоже стало наступлением вот этой позиционной войны. Позиционная война, это война, в которой, чтобы добиться небольшого продвижения, надо потратить огромное количество ресурсов, снарядов, техники и, главное, человеческих жизней. И поэтому как Бахмут стал для России прессмысленным завоеванием, так и вот это продвижение, оно показало, насколько сложно освобождать Украине территорию вот в такой ситуации. Плюс, конечно, то, о чем писал Залужный, да, Украине пришлось очень сложно наступать, применяя натовскую тактику, как это говорилось, да, и как, ну, об этом много писалось, что эти войска, они готовились вот по тактическим приемам натовских войск, без авиации при этом, при том, что, ну, понятно, что вся натовская тактика, она вся основывается на применении авиации, при этом Украина, авиация, ну, считай, что не было. Те немногочисленные самолеты, которые у нее есть, они, ну, не могут сделать никак, да, они качественно и количественно, Украина прям проигрывает Россию в этом направлении. Вот, собственно, это был, как теперь видится, это закономерный итог. Вначале были разные соображения на этот счет, но оценивать подготовку российских войск, которая оказалась выше, оценивать возможность и объемы тех вооружений военной техники, которые получила Украина, тоже было сложно, потому что, несмотря на то, что о них сообщали, ну, вот как Украина их будет применять, насколько они будут эффективны, хватит ли этого, это тоже было в процессе сложно. Вот теперь, конечно, мы разбираем это задним числом, мы оглядываемся назад, но теперь становится понятно, что вот этого объема, этой подготовки, размеров этой ударной группировки не хватило. С наступлением понятно, но ты можешь сейчас назвать три главных фактора, от которых вообще будет зависеть развитие ситуации на фронте в следующем году? Если это развитие будет. Смотри, вот сейчас очень много говорится, и опять же таки, в западных публикациях, и судя по заявлениям того же Залужного, который написал статью в «Экономист», и из которой, собственно, ясно, что он, во-первых, уже признает, что война стала позиционной, во-вторых, есть у него какие-то планы на будущее. Во-первых, все очень сильно зависит от поставок. Мы знаем, что сейчас, на конец декабря, ни Европа, ни Соединенные Штаты не согласовали финансирование этих поставок, при этом какие-то, ну, американская помощь, она там сложно структурирована, да, там есть наличие на складах президентскими поручениями выделяется помощь, да, а бывают заказы, которые отправляются предприятиям военно-промышленного комплекса, и эти, конечно, поставки еще будут какие-то, потому что там некоторые заказы не выполнены. Но большинство помощи все равно из наличия. Поэтому вот неизвестно, как, согласуют ее или нет. Плюс сейчас обсуждаются возможности запуска производства, и об этом еще сложнее, да, об этом я думаю, что мы еще поговорим обязательно, сделаем подкаст про то, что, собственно, может измениться в структуре помощи, да, и в развитии оборонно-промышленного комплекса и украинского, и европейского, и российского. Хорошо, но первый пункт это западная помощь. Это западная помощь Украине и поставки России, поставки боеприпасов, то есть будет ли снарядный голод у двух сторон, будут ли поставки вооружения и военной техники, будет ли хватать сторонам танков, потому что эта война вряд ли перестанет быть позиционной, эта война вряд ли перестанет быть войной на истощение. И Россия зависит от поставок тех же артиллерийских боеприпасов, да, хватит ли этого, и хватит ли Украины, будет ли поставки из США. Мне кажется, что в интересах американцев все-таки договориться и помогать Украине, но может быть все что угодно. Теперь, второе, это подготовка, причем подготовка всех от генерала до рядового. То есть, начиная с украинских солдат, Вашингтон-Пост говорил, что одной из причин неудачи при украинском наступлении была недостаточная подготовка некоторых частей соединений, даже до уровня соединений. Плохая координация, плохое взаимодействие в рамках общевойскового боя, то есть межрядового. Поэтому вот подготовка войск, подготовка умения штабов спланировать и провести операции, потому что война на истощение, позиционная война, она все равно состоит из операций, наступательных, оборонительных. Это не сидят две стороны закопавшись, они продолжают наступать. Бахмут, наступление летом, это тоже части вот этой позиционной войны. Ну и третье, это, собственно, как я уговорил, это грамотный план, это подготовка. И этот план должен включать в себя и план поставок, и план подготовки этих войск, то есть это некая сумма всего, вершина, если есть этот план, потому что, опять-таки, план этого наступления и план вообще всей летней кампании, по версии Вашингтон-Пост, он не был до конца согласован и не был до конца выполнен. Вот если есть этот план, и этот план включает в себя самые различные варианты, там есть план Б, план С и так далее, потому что противник, тоже есть план, и от этого зависит и то, как будет действовать Россия, и то, как будет действовать Украина. Есть ли план, есть подготовка и есть вооружение. Хорошо. И последний мой вопрос, может ли одна из сторон вообще выиграть войну на истощение? Войну на истощение выиграть нельзя, как мне кажется, вообще нельзя, в принципе, потому что война на истощение, она не имеет такой четкой цели. Одна из проблем, с которыми сталкивается сейчас Украина, когда обращается к Америке за помощью, в том, что некоторые американские политики спрашивают, причем это напрямую, буквально, скажите, а какой у вас собственно план, какая у вас программа, какая у вас цель? А вот образа победы в войне на истощении ее нет. Ее нет у России, ее нет у Украины, потому что, когда говорилось о военных целях и о политических целях войны, допустим, ну, у России условно, как считается, это цель, ну, потому что они не были как-то так нормально сформулированы, допустим, захватить какую-то часть Украины, Украины военные и политические цели это освободить все территории, которые были оккупированы Россией, там, включая Крым, Донбасс и так далее. Эти цели, они все равно могут быть достигнуты только решительными операциями. Война на истощение этих целей никак не может достичь. Поэтому отсутствие образа победы, никто не знает, к чему это приведет. Какое-то абстрактное истощение другого государства. Так вот, в какой-то момент одна из сторон в этой войне настолько ослабевает, что у другой стороны появляется возможность, собственно, провести эту операцию, да, и начать операцию с решительными целями. Поэтому, когда мы говорим о войне на истощение, мы не говорим о победе вообще. Вот, когда появятся условия для того, чтобы совершать какие-то большие операции с решительными целями, тогда можно будет говорить о вероятности победы той или иной стороны. Спасибо, Паша. Это был мой коллега Павел Аксенов. Вы слушали подкаст «Что это было?», который можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в Apple подкастах и на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин